Залп в памяти погибших. Построение. Цветы к камню памяти возлагают ветераны, представители администрации, военно-патриотических обществ, родственники и сослуживцы погибших солдат. Сегодня такой день, день скорби, день памяти. Всех тех лет, когда Россия с каждым днем, с каждым часом теряла своих сынов. Они просто-напросто шли и делали, выполняли свой долг. Они были верными своей воинской присяге, они были верны своему государству. В декабре 1994 года российские войска вошли в Чеченскую республику, где пылал вооруженный конфликт, чтобы восстановить конституционный строй. Операция должна была закончиться в течение нескольких месяцев, но растянулась на годы. Если что, я броню догоняю, блокирую дорогу, вы забронеете. Добро пожаловать в ад. Так приветствовали в Чечне вновь прибывших военнослужащих. В горячих точках погибли или получили ранения тысячи человек с обеих сторон. Точной статистики до сих пор нет. Однако известно, что в зоне конфликта служили больше тысячи сочинцев. В парке «50-летие Победы» высадили 27 туй. Это дань памяти сочинцам, погибшим в двух чеченских компаниях. Младшему из них было 18, старшему – 22 года. Мария Щербакова говорит, что гордится сыном. Десантник Сергей Щербаков из поселка Лазаревска погиб во время первого конфликта, выполняя специальное задание. Память будет вечная. Вечную память. Что сказать? Это очень хорошо, очень все организовали, все правильно. Все правильно сделали. Я очень благодарна. В Сочи, как и во многих городах России, действуют общественные объединения и организации, которые помогают ветеранам и их семьям. Бывает такое, что родители могут, например, погибших, обратиться с вопросом того, что подправить могилку надо. Все члены нашего объединения просто скидываются средствами, идут навстречу, помогают им материально. Кто не может материально, может приехать, помочь, крышу перекрыть, может помочь еще в каких-то других аспектах. На месте памятного камня в парке «Пятидесятилетие Победы» в будущем планируют установить монумент. Скоро начнется работа над его проектом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.